Технический прогресс немыслим без постоянного роста производства стали и других металлов. Развитие металлургии, в свою очередь, требует разработки прогрессивных технологических процессов и создания новых высокопроизводительных машин и агрегатов. Именно такие задачи решаются коррективом Всесоюзного Ордена Ленина Научно-Исследовательского и Проектно-Конструкторского Института Металлургического Машиностроения в НИИ МЕТМАШ. В этом фильме мы расскажем о некоторых важнейших работах института, внедренных в производство за последние годы. Сейчас, как известно, конвертерный способ производства стали является наиболее эффективным. В конвертерах к концу девятой пятилетки будет выплавляться 30% всей стали, производимой в стране. Однако созданные ранее конвертеры имеют ряд недостатков. В одних конструкциях к корпусу приваривали опорное кольцо и к нему крепили цапши. Из-за термических напряжений это приводило к растрескиванию корпуса. В других конструкциях корпус свободно вставлен в опорное кольцо и удерживается кронштейнами. Но во время плавки они перекашиваются. Тогда или корпус заклинивается в опорном кольце, или образуются зазоры, что может привести к разрушению кронштейнов и корпуса. К тому же все эти конвертеры имеют и общие недостатки. Тяжелый сепаратный привод больших габаритов, требующий отдельного фундамента. И сложные системы соединения привода с конвертером. Во вне МедМаши ведутся исследовательские и проектные работы по созданию конвертеров новых типов. Вот один из них. 130-тонный агрегат, работающий на Челябинском металлургическом заводе. Изготовлен Южноуральским заводом тяжелого машиностроения. Этот конвертер по конструкции значительно отличается от своих предшественников. Его корпус закреплен в отдельном опорном кольце при помощи шарнирных подвесок по статически определимой схеме. Такая схема крепления обеспечивает стабильное положение конвертера при поворотах. К тому же корпус и кольцо при нагревании и охлаждении могут деформироваться независимо друг от друга. Это позволяет существенно увеличить долговечность агрегата. По-новому решена и конструкция опорных узлов конвертера. Каждый из них представляет собой пространственный шарнир с использованием роликоподшипников. Одна из опор зафиксирована, а другая может перемещаться вдоль оси ЦАП. Теперь перекосы ЦАП не влияют на нормальную работу подшипников опор. Особый интерес представляет принципиально новое конструктивное решение привода. Привод смонтирован непосредственно на одной из стаб опорного кольца и состоит из восьми фланцевых электродвигателей, одного тихоходного и восьми быстроходных цилиндрических редукторов. Демпфер, малый и большой, воспринимает реактивный момент при пуске и остановке привода, а также резко снижает динамические нагрузки. Такая многодвигательная конструкция привода значительно повышает его надежность. Выход из строя одного и даже двух электродвигателей или быстроходных редукторов не влияет на работу агрегата. В следствии этого конвертеры нового типа отличаются малыми габаритами, что позволяет почти вдвое сократить площади стареплавильных цехов. В НИИ Медмаш продолжает разработку новых конструкций конвертеров емкостью до 400 тонн. Конструкции отдельных узлов проектируемых агрегатов уже внедряются в производство. Так, конвертер емкостью 250 тонн Карагандинского металлургического завода установлен на усовершенствованных опорах, в которых применены колонны со сферическими бронзовыми подпятниками. Подобная конструкция опор значительно облегчает изготовление, монтаж и ремонт агрегата. Сталь сварена, но ей еще предстоит долгий путь, прежде чем она превратится в прокат. Это разливка металла в изложницы, извлечение остывших слитков, нагрев их перед обжимным станом, получение блумов или слябов. Такой технологический цикл требует больших производственных площадей с громоздким оборудованием и связан со значительными потерями металла. Эти недостатки исключаются при непрерывной разливке стали. Машины для такого способа литья впервые в мире были разработаны советскими учеными и конструкторами. Это явилось важным качественным скачком в металлургическом производстве. Однако вначале применялся традиционный метод литья, вертикальный. И высота машин, достигавших почти 30 метров, требовала строительства многоэтажных цехов. А это очень большие затраты. Решением проблемы явилось создание машин криволинейного и в том числе радиального типа. В НИИ Метмаш разработал несколько таких машин для литья слябов и сортовых заготовок. Одна из них, первая промышленная машина радиального типа, разработанная совместно с Украинским институтом металлов, успешно работает на Руставском металлургическом заводе. Многолетний опыт эксплуатации этой машины позволил коллективу института создать новую машину радиального типа для литья высоколегированных сталей и сплавов. Машина эта работает на заводе Электросталь. Перед началом литья в кристаллизаторы машины вводят радиальный брус за травку, который образует дно начальной части слитка, а также используется как средство для вытягивания слитка из кристаллизатора. Сталь поступает в охлаждаемый водой кристаллизатор с медными стенками. Он-то и заменил традиционные изложницы. В результате постоянного покачивания кристаллизатора образующаяся корочка металла не пристает к его стенкам. Металл опускается вместе с затравкой по дуге зоны вторичного охлаждения и застывает. Теперь остается отделить слиток от затравки и направить его по горизонтальному ральгангу. Таким образом получается бесконечный слиток металла. Преимущества нового метода разливки бесспорны. Повышается качество слитков за счет однородности металла. Сокращаются технологические отходы и тем самым экономится металл. Еще одно очевидное достоинство нового метода. Отпала необходимость во многих промежуточных операциях. Теперь заготовка с машины может идти в прокатные цехи. Но у металлургов есть заветная мечта. Объединить в единый непреживный процесс получения из жидкого металла готового проката. Уже сегодня институтом создан опытный агрегат, совмещающий два основных металлургических передела. На литейно-прокатном агрегате освоен непрерывный процесс получения стальных заготовок различного сечения. Но если эти работы носят пока экспериментальный характер, то агрегаты, разработанные в ней метмашем для литья и прокатки электротехнического алюминия и меди, широко внедрены в промышленное производство. На таких агрегатах выпуск алюминиевой катанки в Советском Союзе к концу пятилетки намечается довести до 95%. Новый процесс автоматизирован. Сущность его состоит в следующем. Жидкий алюминий из миксера по желобу подается в кристаллизатор. Кристаллизатор это бесконечная изложница. Его образует две поверхности. Выточка в колесе и стальная лента, которая обхватывает колесо снаружи. И колесо, и лента охлаждаются водой. Пройдя путь равной половине окружности, алюминий застывает, превращаясь в бесконечный слиток. И сразу в прокатный стан. Обратите внимание, никаких промежуточных операций. Слиток превращается в катанку на семнадцатиклетевом прокатном стане. Клети трехволковые, и каждая из них имеет свою калибровку. Диаметр катанки соответствует калибру выпускающей клетки. За одну секунду из стана выходит более семи метров катанки. Намотка и замена шпуль производится также автоматически. Непрерывное литье и прокатка позволили резко увеличить выпуск алюминиевой катанки и снизить себестоимость одной ее тонны на двадцать семь рублей. Представляете, какую это даст экономию в масштабах народного хозяйства страны? Еще больше возрастет эта цифра при производстве на литейно-прокатных агрегатах медной катанки. На Алмалыкском горно-металлургическом комбинате уже работает такой агрегат по конструкции аналогичной установкам непрерывного литья и прокатки алюминия. При этом скорость прокатки меди несколько выше. Автоматические устройства обеспечивают надежную работу всех узлов агрегата. Тянущие ролики подают катанку в водоохлаждающие проводки. Благодаря этому исключается возможность активного окисления меди кислородом воздуха. Дальше к моталкам и бунтовязальным машинам. За один час с агрегата сходит до 30 таких бунтов и в каждом из них более километра катанки. Катанку можно получить практически любой длины, а из нее проволоку без стыков. Это повышает качество изделий и ликвидирует трудоемкие операции соединения концов. Но не только проволоку получают методом непрерывного литья и прокатки. Эта алюминиевая полоса изготовлена на агрегате, также созданном в НИИ Метмашем. Он с успехом работает на Канакерском алюминиевом заводе в Армении. Вот как действует этот агрегат. Жидкий алюминий из миксера поступает в приемник кристаллизатора. Через металлопровод по принципу сообщающихся сосудов металл поднимается в межволковое пространство и равномерно распределяется по всей ширине волков. Соприкасаясь с волками, которые охлаждаются изнутри водой, металл быстро кристаллизуется и прокатывается в полосу. На таких установках получается полоса с минимальной толщиной 3 миллиметра и шириной более метра. Алюминиевая полоса подается в правильную часть машины, а затем она может сматываться в рулоны или разрезаться на листы гильотинными ножницами. Теперь каждая тонна этой продукции стала дешевле на 50 рублей. Такие литейно-прокатные агрегаты непрерывного действия должны явиться основой комплексной автоматизации в металлургическом производстве. Во вне медмаше этим вопросам придается первостепенное значение. Одной из таких разработок института является и автоматизированный непрерывный трубопрокатный агрегат 30102. Два таких агрегата изготовлены электростальскими машиностроителями. Один из них работает на Пероуральском новотрудном заводе. На этом агрегате прокатывают трубы диаметром от 30 до 102 миллиметров. Характерно, что весь этот многообразный сортамент прокатывается из заготовок одного диаметра. Заготовки длиною до 12 метров нагреваются в секционных печах за 30 минут. В отличие от обычной технологии, здесь заготовка раскраивается после нагрева. Полученные штанги зацентровываются и подаются к прошивному стану. Прошивка заготовок осуществляется на несменяемой оправке, которая изнутри охлаждается водой. Применение несменяемой оправки и новой конструкции выходной стороны прошивного стана позволяет прошивать до 400 заготовок в час. и приходит прав для recreation. Перед прокаткой в гильзу вводится оправка которая забถала проблем ALK нанесенной на нее смазкой это улучшает условия деформации металла теперь гильза с оправкой поступает к 9-ти клетевому непрерывному стану его рабочие клетки имеют индивидуальный привод в семи клетях производится раскатка гильзы на оправке а в двух последних трубе придается цилиндрическая форма из непрерывного стана через каждые 10 секунд выходит черновая труба длиной до 27 метров затем из черновой трубы извлекается оправка которая возвращается на охлаждение и смазку а труба подается под дисковую пилу где у нее отрезают смятой после извлечения оправки задний конец дальнейший технологический процесс получения труб мы покажем на аналогичном агрегате никопольского южно-трубного завода его конструкция усовершенствована с учетом опыта первоуральского агрегата итак труба миновала дисковую пилу и за это время уже остыла на этих агрегатах впервые в трубном производстве применены малогабаритные высокочастотные индукционные печи для подогрева труб на ходу подогретые черновые трубы в зависимости от заданного размера могут прокатываться на двух разных станах в 12 к литевом калибровочном стане прокатывается трубы с толщиной стенки до 8 миллиметров и диаметром до 102 миллиметров а в 24 к литевом редукционном стане получают трубы диаметром до 73 миллиметров с наименьшей толщиной стенки в 2 миллиметра и длина достигает 120 метров скорость прокатки на выходе 10 метров в секунду летучие ножницы разрезают трубы на части в этом гигантском цехе много оригинальных и совершенных механизмов к ним несомненно можно отнести также безымпульсный барабанный сбрасыватель с какой бы скорости сюда не поступали трубы механизм успевает уложить их на холодильник протяженность холодильника 90 метров в дальнейшем остывшие трубы поступают на правильные машины затем трубы обрезаются на заданные длины и подаются к торцовочным станкам здесь трубы пакетируются и увязываются этим и кончается полутора километровый технологический маршрут самые производительные в мире трубопрокатные станы 30102 могут давать более 400 тысяч тонн труб в год машины сконструированные институтом отлично зарекомендовали себя на заводах нашей страны высокой производительностью надежностью и оригинальными конструкторскими решениями они запатентованы и экспортируются в Японию Америку, Федеративную Республику Германии и другие промышленно развитые страны ряд зарубежных фирм приобрели лицензии на машины проекты и первые образцы которых родились во вне медмаше головном институте отечественного металлургического машиностроения Германии 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 Германии